Готов к труду и обороне. Девиз физкультурников советской эпохи вернулся в современную жизнь и этому есть подтверждение. В регионе состоялось награждение школьников, которые в прошлом году приняли участие в апробационном этапе сдачи норм комплекса ГТО. Золотые, серебряные и бронзовые значки юным спортсменам вручились сегодня в первой и третьей городских школах. Нормы ГТО в прошлом году сдали 100 школьников из первой, третьей, четвертой городских школ, школ села Тельвиска и поселка Хрута. Ребята бегали, подтягивались, метали и отжимались, пытаясь достичь наилучших показателей. Особо отличившихся в Наринмаре отправили на Всероссийский фестиваль ГТО в Белгороде, который прошел в июне. Там ребятам выпала возможность сдать нормативы еще раз и улучшить свои результаты. Этим шансом воспользовался Андрей Шитиков, ученик восьмого класса первой школы. Дома он сдал нормативы на серебряный значок, с фестиваля привез золото. Я уже просто настраивался на золото, я был уверен, что я его возьму. И все-таки получилось, когда меня вызывали, золотые значки говорили Шитиков, Андрей. И у меня такая гордость была за, получается, свой город, за округ. Самым сложным испытанием в борьбе за золотой значок стала гимнастика, признается отличник ГТО. Достичь успеха Андрею помогли тренировки. Кроме того, юноша занимается тяжелой атлетикой. Хорошая физическая подготовка школьников, по словам организаторов, превзошла все ожидания. Золотые, серебряные и бронзовые значки получили 59 ребят из 100. Мы, честно говоря, не надеялись, что так хорошо дети отбегают. Мы думали, что будет похуже, но дети нас порадовали и результат хороший. Отмечу, что в прошлом году в пробной сдаче норм ГТО приняла участие только одна возрастная группа 13-15 лет. В системе ГТО это школьники четвертой ступени. В этом году сдать нормативы ГТО могут школьники с 1 по 11 класс. Ждет юных спортсменов и еще одно нововведение. Зимний фестиваль и летний. В летнем фестивале сдают кросс, как и в прошлом году дети бегали по стадиону 2 и 3 километра. В этом году они, в зимнем фестивале, они будут бежать на лыжах, лыжные гонки. Тоже там свою дистанцию, для каждого возраста своя дистанция. Все остальное останется то же самое. Испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость или нормы ГТО появились в 1931 году и успешно просуществовали вплоть до 1991-го, а затем надолго ушли в историю. Желание популяризировать массовый спорт и плотно заняться физическим воспитанием всей страны привело к возрождению комплекса «Готов к труду и обороне». Оно началось в 2014 году. Апробационный этап продлился до августа 2015-го. Теперь мы снова возвращаемся к тому, что нация наша с вами должна быть здоровой, должна быть физически совершенной. Всеобщая обязательная сдача ГТО начнется в 2017-м, когда программа будет полностью внедрена в жизнь. Сдавать нормативы нового спортивного комплекса смогут все желающие в возрасте от 6 до 70 лет и старше.